всем привет разбираю двухкомнатную квартиру в московском жилом комплексе в москве в смысле который называется квартал джаз итак поехали я буду разбирать квартиру по своей таблице где есть 10 критериев абсолютно четких и понятных и три параметра которые выглядят следующим образом параметр идеально но квартира должна соответствовать определенным требованиям дальше сойдет и последний отстой каждому соответствует свой балл идеально 2 балла сойдет один балл и отстой 0 баллов то есть мы отбрасываем в сторону все эмоции все маркетинговые штучки которые нам рассказывает застройщик что у нас там такие сякие замечательные умные свободные планировки мы возьмем так сказать спокойно таблицу и с холодной головой пройдемся по всем параметрам и поймем насколько эта планировка идеально табличку если вам она нужна вы можете скачать под этим видео в описании там будет ссылка и скачивайте себе на здоровье эту таблицу распечатываете и сравниваете этот жека с другими или планировки в этом жека очень удобно и действенная и отрезвляющая для некоторых я бы сказал сейчас покажу как это работает первый критерий это градация интимности помещений это значит что помещения должны быть расположены в определенной последовательности то есть ближе ко входу все такое общественное общедоступное и дальше от входа это уже интимные пространство то есть наши спальни что мы видим прихожая следующая сразу же идет спальня но то есть детская дальше идет общее пространство и дальше идет спальня ну можно сказать почти идеально за исключением того что надо было бы детскую поменять местами с кухней гостиной но с другой стороны если у вас ребенок подросток то тогда такой вариант наиболее предпочтительным потому что но вдруг он девочку к себе приведет если это мальчик или мальчика если это девочка и в принципе заходя к себе в комнату они никого не беспокоят и многие найдут в этом плюс чтобы вот эта толпа детей подростков не бегала через мою гостиную понимаете ли а вот сразу зашли тут и все нечего им там дальше в квартиру шататься поэтому это можно расценить как плюс давайте поставим двоечку этому жилому комплексу квартал джаз но два балла я имею ввиду то есть идеально с натяжкой но все же второй параметр прихожая с этим у меня вопросов нет здесь прихожая 11 квадратных метров и это достаточно чтобы три человека могли нормально с комфортом снять одежду и пройти дальше более того есть большой вместительный шкаф и прихожая что важно обособлено это значит мы не будем грязь растаскивать гуляя по квартире поэтому прихожая я ставлю ценочку 2 то есть два балла а это идеально следующий параметр кухня гостиная давайте смотреть ее первое что я вижу это большое угловое окно это круто это правда круто это значит у вас будет много света с двух сторон угловые окна вообще рекомендованы особенно в наших российских широтах но не южные которые я имею ввиду там где солнце бывает не так-то уж и много поэтому здесь вас солнышко будет радовать да и окна большие 26 почти квадратных метров общей площади которая позволяет в принципе все разместить а все это кухня стол и диванная группа поэтому вы знаете здесь я даже поставлю оценку 2 ну то есть два балла я все время оценка но это два балла это не оценка это это два балла то есть я здесь с небольшой натяжкой поставлю 2 балла почему с натяжкой потому что все-таки кухня должна быть с островом то есть кухня вот линейно это не очень хорошо потому что мы стоим лицом в стену когда готовим а гостям или домочадцам спиной ну разве это хорошо по моему не очень но в принципе здесь можно немножко поднапрячься и кухоньку то переделать так как нам надо поэтому ну вот я и говорю с натяжкой 2 балла я поставлю хотя кухня я считаю убежден что должна быть с островом или п-образная такая чтобы когда мы готовим мы были лицом к залу чтобы кухня хорошо освещалась и чтобы за кухней могли готовить несколько человек это правда круто вот но с натяжкой потому что здесь теоретически сделать это можно следующая у нас мастерспальня родительская спальня мастерспальне она здесь есть здесь есть место для сна есть свой санузел ванно санузел душевая здесь и должен быть гардероб вот гардероба здесь нет здесь какой-то маленький шкафчик если вспомнить сколько же у нас одежды то мы сразу поймем что этого шкафчика маловато и нам надо будет его конечно продлевать то есть в этой мастерспальне нету гардероба это плохо и ванна то маловато ну то есть что это 4 квадратных метров это что это такое ну то есть ни о чем единичку поставлю я этой мастер спальне но конечно с ней тоже можно наверное поработать хотя чё тут с ней работать только ванну если увеличить немножко и все вот вся работа дальше детская детская территория здесь есть просто детская комната но напротив нее вход в ванну и поэтому если мы гипотетически зрительно ментально объединим эти пространства в единое целое то можно их воспринять детской территории детская территория это как раз такое место где дети могут существовать обособленно независимо от нас вроде под присмотром но и как бы вроде отдельно я как отец троих детей могу дать вам заверенную справку что это очень удобно вот в моей квартире такого нет а в доме в котором я живу на даче такое есть я могу ощутить эту разницу и по своим ощущениям я вам точно говорю что когда у детей есть своя территория это просто подарок для родителей да и для детей кстати тоже и общение как-то больше складывается здесь это вроде есть вроде нет ставлю сойдет то есть единичка хранение хранение 5 видов 1 прихожая верхняя одежда шкаф есть второе спальне для личной одежды но и в детской шкаф тоже для личной одежды а также постельного здесь шкафы есть вот в детской нормальный шкаф а в спальне то так себе ну что это за шкаф это не шкаф это какая-то усмешка то есть вам купившим эту квартиру за хрен знает сколько миллионов предлагают вступить в партию аскетов выкинуть всю одежду на хрен и пользоваться одним набором пиджаков маяк и шортиков все больше не влезет но общем это плохо далее постирочная здесь нет постирочной здесь есть ванна в которой стоит стиральная машина а это гостевой санузел в принципе почему бы нет в гостевой санузел поставить в ванную стиральную машину можно но нужно ее скрыть а еще предусмотреть место под корзину для грязного белья и химию как где это все хранится будет поэтому лучше вот конечно шкафом вот как-то так все закрывать а раковину переносить вот ставить ее рядом с унитазом правда она будет не очень большой в таком случае но зато стиральную машину спрячем там же где стиральная машина скорее всего вот и очень удобно хранить уборочный инвентарь тазы и ледра пылесос то здесь нужно додумывать эту историю следующее хранение это кладовая ее здесь просто нет и хранение ванной друзья мои ну посмотрите сколько у вас всяких банок склянок запасов туалетной бумаги вы поймете сколько вам нужно место для хранения здесь его конечно же катастрофически но то есть я думаю что в таком доме в такого уровня но конечно должно быть продумано но традиционно застройщик о нас не думает он мыслит квадратными метрами но нафига как-то по-другому вы же покупаете и так в принципе ну покупайте потом все равно перепланировку сделаете кстати если будете делать перепланировку можете обращаться к нам мы делаем планировки идеальные так что не стесняйтесь обращайтесь в комментариях договоримся короче хранение я считаю что в квартире такого уровня хранение должно быть идеально его здесь нет поэтому оценка 0 места личного уединения вы знаете я здесь тоже не наблюдаю ну а где собственно уединиться места личного уединения должны быть у каждого человека это где он может закрыться и побыть один там полчасика хотя бы почитать книжку поиграть на компьютере я не знаю все что угодно музыку послушать но побыть один перезагрузиться я думаю что сейчас вы прекрасно понимаете насколько это важно здесь этого просто нет спальня не годится потому что спальня она для двух человек как вы там уединитесь ну никак поэтому по этому параметру тоже ноль к сожалению ванная комната ванная комната здесь родительская маленькая но зато нет стиральной машины это хорошо гостевой санузел он побольше и в принципе если мы размещаем в нем стиральную машину ну и прячем ее ну наверное сойдет единичку поставлю это конечно не тянет на ванну релакс но потому что ванны бывают двух типов ванна либо для релакса либо это постирочно-помывочная понимаете вот выбирайте какую вы для себя хотите я всегда рекомендую настаиваю советую чтобы это была комната для релакса потому что это единственная комната фактически в нашей квартире где мы можем вполне законно и полноправно закрыться это единственная комната которая закрывается вообще в квартире все остальное нараспашку ну согласитесь со мной туда-сюда все ходят а здесь ты закрылся и можешь как-то от всех оградиться но чтобы перезагрузиться получить удовольствие побыть так сказать не среди грязных носков и порошков должна быть ванна для релакса нету здесь мест уединения так что 0 ванная комната не годится ну ладно единичку поставлю потому что все-таки ванной для родителей но можно ее более-менее продумать как так сделать но для этого нужно думать над планировкой звукоизоляция звукоизоляция здесь не идеально но она есть а я сейчас не про то как это делает застройщик а я про расположение комнат в пространстве в идеале комнаты не должны соприкасаться друг с другом они должны быть разнесены через какой-то буфер ну или на худой конец через толстую стену чтобы звук не проникал ну например если молодежь тусит в гостиной а вы решили в это время поспать то как вы это будете делать здесь тонкая перегородка вы все будете слышать понятно да детская тоже через тонкую перегородку граничит с гостиной поэтому если вы будете тусит то ребенок будет слышать все эти шумы более того здесь шахта вентиляции в которой еще и канализационные стояки идут она граничит с детской комнатой а звуки лучше всего распространяется именно по шахтам вентиляции именно по трубам и по опорным конструкциям так что здесь со звукоизоляцией так себе подумали но с архитектурной точки зрения хотя планировочное решение могло бы быть и получше но поэтому ноль я ставлю что тут можно звукоизоляция тут какой компромисс может быть 0 0 ну и коридор коридор я всегда против коридоров особенно за которые вы платите такие сумасшедшие деньги потому что через коридор вы просто проходите а здесь он такой что вы не шкаф не стеллаж ничего не поставите потому что он загородит все ну картинки повесите картинки можно и в зале повесить и в комнате повесить и в ванной повесить и даже в санузле повесить нафига здесь нужен коридор я не понимаю да он небольшой но он есть а лучше чтобы его не было поэтому за то что он небольшой я ставлю все-таки единичку ну пускай сойдет но с большой натяжкой надо сказать не нужны вам коридоры зачем ну просто вдумайтесь вы же там не живете вы там не сидите не читаете комнату места для уединения вы там не сделаете ванну не поставите телевизор там смотреть не будете зачем коридор нужен вот зачем просто чтобы заплатить за него лишний лям ну не знаю так себе прикол в итоге сколько мы получаем баллов 6 7 8 9 10 ну тем не менее друзья 10 баллов это почти рекордсмен на первом месте у меня идет квартал федерации в екатеринбурге так что москвичи посмотрите как нужно делать планировки вот по этой ссылке записано видео с точно таким же разбором где я ставлю точно также баллы друзья если вам понравилось видео то ставьте лайк жмите на колокольчик чтобы к вам приходили уведомления следующих полезных видео обязательно пишите комментарии может быть у вас есть свои собственные критерии по которым вы оцениваете планировки напишите об этом пожалуйста и вполне вероятно я их тоже включу в свою таблицу ведь это будет полезно всем пусть все этим пользуются чтобы застройщики знали как нужно делать планировки чтобы людям было удобно но а мы с вами давайте стремиться к лучшему чтобы они застройщики для нас сделали лучше старались думали включали мозг так сказать и делали нашу жизнь лучше ну или обращайтесь к дизайнерам к нам например мы с удовольствием сделаем для вас проект перепланировки и всего дизайна а если хотите сами научиться то приглашаю в школу где я учу делать идеальные планировки и все это вы найдете по ссылке внизу под этим видео в описании и табличку скачать вы тоже там же сможете ну а на этом наверное про эту планировку я заканчиваю не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал да прибудет с вами муза